всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео я хочу ответить на вопрос который периодически всплывает и он связан с неправильной работой flex темпа ну да на самом деле правильная но в общем люди сталкиваются с тем что при включении флекса на дорожке с ней начинает происходить что то странное я сейчас вам это продемонстрирую как у меня работает это здесь то есть вот такая сессия барабаны бас синтезаторы и вокал вокал отдельный то есть он не из этой сессии просто хочу его использовать вместе с треком давайте послушаем как мы сейчас изучит у меня темп проект 105 вокал я знаю что записан был в темпе 95 и вот очень я хочу включить flex включаю и вот мы видим что трек куда-то уехал улетел выключаю то есть он обратно возвращается и вот с этим с этой проблемой многие сталкиваются по неопытности не знать что дальше с этим делать но опять же здесь это у меня в вокальный лук поэтому здесь ним под попроще потому что он имеет четкое количество такта в данном случае четыре штуки поэтому даже если я включу и вот здесь я увижу что мне растянулся на восемь тактов то я вся вручную могу там его сжать до 4 но к сожалению такая привилегия бывает не всегда а если вы записывали что-то на студии где-то в не кратном тактом месте остановили то есть вас может быть файл чуть короче давайте сейчас отключу то есть может быть чуть-чуть просто короче и при включении flex а ну то есть непонятно сколько тактов там либо высчитывать вручную общем это не очень удобно и нужно что-то с этим делать то есть что сделать все очень просто я вам сейчас покажу встречайте самое выгодное предложение специально для вас представляем вам новый пожизненный доступ к базе курсов школы logic pro help причем как к уже вышедшим курсом так и к тем которые появятся в будущем все очень просто за 19 990 рублей вы получаете доступ ко всем курсам школы logic pro help здесь и сейчас и да доступ не ограничен никакими временными рамками один платеж полный доступ но это еще не все помимо курсов вы также получите большой набор дополнительного контента такого как пресеты плагины и наборы сэмплов а также бесплатную консультацию с любым из преподавателей нашей школы кстати пожизненный доступ можно также приобрести и в рассрочку не откладывайте обучение на потом начинайте прямо сейчас итак причина этой ошибки на самом деле кроется в том что где-то на каком-то из этапов работы с этим аудиофайлам произошла ошибка в записи темпа то есть ну например в сессии не стоит стоял не тот темп когда вы записывали файл то есть например вокалист или музыкант если это не вокал а что-то другое записываем в темпе 95 но в проекте момент стоял 120 и аудиофайл записался с вшитой информации о том что это файл 120 120 bpm много разных других вариантов бывает когда может что-то пойти не так но давайте не гадать что может пойти не так давайте просто узнаем как с этим бороться если вдруг вы столкнетесь с этой проблемой все очень просто то есть у нас сейчас вот в этом файле зашита определенная темпа информации она не соответствует действительности которые представили для себя темп 95 bpm то есть это реальный темп в котором была записана вот это акапелла и чтобы сейчас у меня все опять начало нормально работать мне нужно записать и минут этот темп 95 bpm в эту акапелла то есть этот файл для этого первым делом я что могу сделать я могу выбрать регион правой кнопкой мыши либо control клик и вот здесь есть закладка темпа в самом низу и мы можем сделать риму в темпы информация то есть он у нас удалит темповую информацию из файла сейчас ее просто нету в этом файле теперь я могу поставить темп 95 которому меня записан лук вот мы видим что у меня теперь лук четко совпадает с границы 4 так то есть это будет о том что мы поймали нужный темп но если я хочу использовать flex мне нужно сейчас например использовать этот лук в другом темпе поэтому я сперва должен записать текущий правильный темп именно сессии в этот тег файл то есть чтобы файл был слинкован с вот этим темпом 95 это делается тоже очень просто также кликаем правой кнопкой мыши либо control клик и вот здесь закладки темпа есть обратная команда right project м под аудио файл мы можем записать темп от текущей проекта в аудио файл вот мы это делаем записываем нажимаем ok и вот теперь темп 95 записан у нас в этом файле я теперь могу здесь спокойно включить flex как видим ничего не растягивается не сжимается то есть остается на том же месте и вот теперь всю сессию и обратно могу поднять до 105 как у меня было и вот все мы видим что нормально и грамотно поменялась темп вернулся то значение что мне нужно но при этом вот эта капелла не уехала и давайте послушаем вот теперь нас все отлично так что имейте ввиду бывают разные ситуации еще раз повторюсь когда такая ошибка может возникнуть и нет смысла вспоминать и копать что и на каком этапе пошло не так вы просто теперь знаете как быстро в два клика буквально решить эту проблему то есть сперва мы удаляем неправильный темп который вшит в наш файл с помощью вот этой команды remove tempo information дальше высчитываем или узнаем или вспоминаем в каком же все таки темпе был записан этот фрагмент выставляем сессию именно в этом режиме в этом темпе записываем эту информацию обратно в файл и после этого можно спокойно включать на дорожке flex на регионе можем включать flex включать flex pitch у нас ничего не будет разъезжаться ничего не будет выезжать все будет работать так как должно так что используйте это обязательно если вдруг столкнулись с такой проблемой а периодически с ней люди сталкиваются и обязательно пишите в комментариях знали про этот способ будет ли он вам полезен и конечно же пишите задавайте свои вопросы в нашем telegram чате в котором уже почти 2000 человек и мы каждый день обмениваемся опытом интересными наблюдениями какими-то ссылками на интересные плагины друг друга естественно помогаем в каких-то проблемах поэтому подключайтесь если вы еще не там я там всегда на связи и самые интересные вопросы или самый частые вопросы я записываю вот виде таких роликов здесь на youtube канале поэтому обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик у нас видео выходит каждую неделю воскресенье так что оставайтесь на связи следите за новостями но с вами был дмитрий урсул всем успехов творчестве всем пока